Трагедия, произошедшая в Доме профсоюза 2 мая, до сих пор окутана мифами и вымыслами, хотя со дня пожара прошло уже 4 месяца. По-прежнему неизвестны причины, по которым милиционеры, осведомленные о происходящем, не предпринимали попыток защитить людей на Куликовом поле и не организовывали эвакуацию из Дома профсоюзов, а также не препятствовали заманиванию людей в здания. Невзирая на очевидную опасность для жизни людей, определенные руководители Куликова поля, Албуда, Виченко и другие, обманами открытыми призывами, заманили порядка 380 человек в здание Дома профсоюзов. Для этого уже во время столкновения на Греческой был осуществлен оперативный обзвон людей. В здании Дома профсоюзов за несколько часов были организованы баррикады и огневые точки. Туда занесли большое количество горючих смесей и были оснащены пункты первой медицинской помощи и места для ночлега. Пришедшая на Куликово поле толпа была встречена выстрелами из огнестрельного оружия, ракетниц и летящими коктейлями Молотова. Обстрел бился из подготовленных точек, в том числе и с крыши здания. Это и послужило причиной возгорания палаток. Что касается возгорания палаток, они произошли в первую очередь, но есть основания предполагать, что некоторые из этих палаток загорелись в результате стрельбы из ракетницы, либо метания коктейлей с крыши здания Дома профсоюзов самими куликовцами. По словам очевидцев, никто не подозревал, что в здании находится большое количество невооруженных людей, отвечая агрессией на агрессию. В деревянной двери Дома профсоюзов был брошен коктейль Молотова. Первый очаг возгорания был здесь, на первом этаже. Из-за особого строения здания огонь очень быстро распространился на три этажа выше, однако до крыши так и не добрался. Там можно было спастись, но все двери и проходы были закрыты. Поскольку площадь стен очень большая и воспламенились одновременно, фактически они на всей площади, очень серьезная концентрация дыма возросла очень сильно. Также очень высокие температуры были в самой лестничной площадке. Чтобы спастись от задымления, люди начали разбивать окна, чтобы вдохнуть хотя бы немного воздуха. Но вместо этого образовывалась обратная тяга, и дыма становилось еще больше. Люди оказались в ловушке между третьим и четвертым этажами. Сама шпаклевка оказалась очень горючей и выделяла отравляющий дым. Температура в эпицентре возгорания составляла 700 градусов Цельсия. Однако, своевременное начало тушения пожара позволило бы избежать такого количества жертв. Независимая экспертная комиссия продолжает вести расследование по трагедии 2 мая. Мы будем держать вас в курсе. Мишель Армат, Александр Нелупов, Думская ТВ.